Строитель, вечная профессия, больше 2000 вакансий было на этот день, 65 тысяч в год средняя зарплата. Специалист по оплате труда, вот человек, который на деньгах сидит, количество вакансий 1200, средняя базовая зарплата 70 тысяч в год. Просто врач, ну это еще, это тех, наверное, кто не хочет свой собственный бизнес открывать, а кто готов работать на какие-то клиники, госпиталя. Было 2610 вакансий, средняя зарплата годовая 200 тысяч в год. Профессор, различные виды деятельности имеются в виду, более чем 2600 вакансий, средняя базовая зарплата тоже 200, ох, виноват, чуть вас не обманул. Около 2000 вакансий, средняя зарплата 70 тысяч. Менеджер по продукции, 5500 вакансий. Вот здесь как бы много народу, но средняя зарплата базовая 107 тысяч в год. Аналитик снова же, но не просто аналитик, а аналитик разведывательной службы. Это, видимо, кто-то из наших разведывательных органов. Ищет 1600 человек требовалось, при средней зарплате в 62 тысячи. Инженер технического профиля, вакансий около 1000, средняя зарплата 108 тысяч в год. Специалист по технической поддержке, около 2000 вакансий, 66 тысяч в год зарплата. Исполнительный помощник, количество вакансий 3956 тысяч в год зарплата. Системный администратор, но эти всегда нужны. Компьютеры, в общем, занимают большую часть нашей жизни, поэтому системщики всегда в цене. Хотя средняя зарплата не очень большая в начале, 68 тысяч, но вакансий было более чем 4 тысячи на этот момент. Разработчик мобильных устройств, 2130 вакансий, средняя зарплата 85 тысяч. Начальник отдела надзора, и здесь такие есть, 1104 вакансий было, при средней зарплате в 100 тысяч в год. Медсестры, мужчины, женщины, знаем мы, что это за профессия. Количество вакансий чуть ли не больше всех, 6710, средняя зарплата 77 тысяч в год. Инженер по системам управления, 1700 вакансий, 75 тысяч в год зарплата. Q&A, Quality Control Manager, 2500 вакансий, 92 тысячи зарплата. Инженер-механик, нужны 3300 вакансий было, при 76 тысячах в год зарплаты. Финансовый менеджер, тоже нужны такие товарищи, 3140 позиций было открытых, 116 тысяч в год, средняя зарплата. Менеджер по поставкам, видите как много менеджеров, нужны все в разной индустрии, на разные профессии. 1270 было вакансий, при средней зарплате в 100 тысяч. Корпоративный рекрутер, тоже очень интересная и видимо нужная профессия, 2800 вакансий, 60 тысяч в год зарплата. Системный программист, то есть 17 тысяч вакансий и 101 тысяча средняя зарплата. Практикующая медсестра, это медсестра более высокого класса, чем обыкновенная медсестра, нужно дольше учиться, получить специальную лицензию. 15600 вакансий было по стране, при средней зарплате в 100 тысяч в год. Инженер-электрик, 3600 вакансий, 78 тысяч базовая зарплата. Врач-трудотерапевт, вот какая оказывается еще есть у нас профессия. Количество вакансий около 15 тысяч, то есть видимо очень нужны трудотерапевты. 72 тысячи в год зарплата. Архитектор по принятию различных решений, то есть это видимо какой-то специфический архитектор, которому приносят что-то уже нарисованное, начерченное и он должен принимать уж какие-то там решения, так называется эта профессия. 2230 вакансий, при 125 тысячах в год в средней зарплате. Дизайнер пользовательского интерфейса приложения. Видите, даже не выговорит профессию. Тем не менее, около 2000 вакансий было свободных мест, при средней базовой зарплате в 92 тысячи. Администратор баз данных, и такая есть профессия, вакансий около 3000, средняя зарплата 93 тысячи в год. Менеджер аналитик, около 2000 вакансий, 112 тысяч, средняя базовая зарплата. Это менеджер по налогообложению. Ну уж куда мы без налогообложения, далеко мы не уедем, поскольку любимое наше налоговое управление, то самое знаменитое АРС, наверняка следит за нами всеми 24 часа в сутки. Не хотят, чтобы мы чего-нибудь зарабатывали, и это проходило мимо них. Поэтому вот по налогообложению им нужен менеджер, наверное. 3317 было вакансий на этот день, при средней базовой зарплате достаточно приличная, 110 тысяч. Инженер данных, 2600 вакансий, 106 тысяч базовая зарплата. Специалист по обработке и анализу данных, количество вакансий 4200 при средней базовой зарплате в 110 тысяч в год. Зачем мы, в общем-то, подобрали этот список и перечисляем? Потому что люди, работающие уже в Америке, всегда ищут какую-то работу новую, ближе к дому за лучшие деньги, за лучшие бенефиты, где есть больше шансов продвижения, например. Менеджер, драг администрация, например, ищут всегда какую-то работу. 1500 jobs, 130 тысяч. И тоже важно им знать. Конечно, всю эту информацию можно поискать.